Ивановский текстильщик начал борьбу за Кубок России. В первом матче соперником красно-черных стала подмосковная команда Домодедова. Совсем молодая, но многообещающая. Текстильщик начал борьбу за лидерство очень активно и сразу перехватил преимущество. Игра шла в основном у ворот гостей. Но атаки красно-черных не приносили долгожданного результата. Когда москвичи уже начали терять самоконтроль, один из игроков Домодедова допустил роковую ошибку. Игра рукой стоила пятому номеру удаления, а текстильщик получил реальный шанс наказать гостей. Это уже не первый 11-метровый в этом сезоне, который не удается текстильщику. Оставшись десятером, домодедовцы начали играть более рискованно и жестко. Много раз наши ворота спасал только голкипер Андрей Рыжиков. Но такая тактика на грани имеет свои минусы. В начале второго тайма ивановцы все же смогли реализовать численное преимущество. Позже выяснилось, что это был не последний повод для ликования ивановских болельщиков. На 77-й минуте встречи, только что вышедшей на замету, Никита Волжанкин послал мяч к воротам. Благодаря чему Эдуард Булия головой пробил точно в сетку. Итог кубковой встречи 2-0 в пользу ивановцев. Да, было тяжело вначале. Жарко. И соперник сел всей командой на свою половину поля. Это тоже немножко удивило, потому что видели их игры. Играли они по-другому те матчи. Поэтому приходилось взламывать массированную оборону. И справились с победой. Соперником красно-черных в 1-64 финала кубка станет футбольный клуб «Калуга». Но об этом пока руководству текстильщика думать рано. Ведь уже в субботу, 2-го августа, в рамках первенства России, нам предстоит принять на своем поле команду «Знамя труда». Матч начнется в 18.00. Наталья Романова, Андрей Семивулков, РТВ Иваново.